На самом востоке Турции, неподалеку от границ с Ираном, Армении стоит покрытый вечными снегами Арарат. Высота горы над уровнем моря составляет всего 5000 метров, что не позволяет ей быть в ряду рекордсменов. Однако это одна из самых знаменитых вершин Земли. Если очень внимательно рассматривать Арарат западного предгория, то имея хорошее воображение, в складках рельефа можно угадать очертания гигантского корабля. Уже более полутора сотен лет эти очертания не дают покоя целой армии исследователей разных эпох. Наиболее отважные поднимаются в гору, чтобы обнаружить сам корабль и осязать его. Но тут начинают происходить разные загадочные вещи. Солнечным июньским днем 1947 года американский самолет-разведчик вел аэрофотосъемку в районе горы Арарат, неподалеку от которой тогда сходились турецкая и советская границы. Когда фотографии проявили, на снимках западного склона обнаружили аномалию. Необычный для формы горных пород продолговатый предмет длиной около 160 метров. Одни решили, что это фюзеляж упавшего авиалайнера. Хотя таких больших самолетов никто и никогда не выпускал. Другие на фотографиях усмотрели подводную лодку. Но откуда она там? Неожиданно появилась еще одна версия. Это же Ноев ковчег. Легендарный корабль, на котором, согласно Библии, Ной спасал себя и божьих тварей во время всемирного потопа. И после 150-дневного плавания причалил именно к горе Арарат. Версия напугала военно. Данные авиаразведки засекретили, а снимки передали в особый отдел. Получив копии аэрофотосъемки, специалисты подняли весь исторический архив этой области и обнаружили любопытную информацию. В 1840 году в районе Арарата произошло мощное землетрясение. В результате часть горы была разрушена. Спустя пять лет на Арарат отправилась экспедиция, чтобы оценить последствия природного катаклизма, и обнаружила нечто невероятное. На склоне наиболее пострадавшим от землетрясения был ясно виден след от какого-то огромного сооружения, сползшего вниз. Там же были найдены почерневшие от времени деревянные балки, похожие на детали от крупного судна. На месте было высказано робкое предположение. Это останки легендарного корабля Ноя. Позже о находке написала британская газета «Профитик Мессенджер». Однако вместо того, чтобы побудить ученых и археологов к поиску ковчега, информация оказалась практически незамеченной. Газетную статью никто не принял всерьез. Альпинисты и раньше покоряли знаменитую вершину, в том числе и с целью поиска библейского ковчега. Но никогда и ничего не находили. То же самое заявляют и современные исследователи. Издалека смотришь, ковчег угадывается. Подбираешься непосредственно к тому месту. Ничего нет. Мистика какая-то. Сверхзагадка. Вроде он как бы есть, а вроде его как бы нет. Практически его под шапкой обошли, найти не могут. Но есть признаки, по которым можно определить. Есть точки, с которыми можно определить. Посмотрите, вы видите постоянно сверху. Американцы со спутника нашли телесамолеты. То есть его можно видеть только с противоположной стороны. То есть из-под длинника его смотреть. Вы понимаете, значит, его снизу не увидишь. Все, что связано с ковчегом, вообще с араратом, вот все происходит каким-то таким мистическим образом. Газетная статья из английского издания все-таки не осталась без внимания. Она попалась на глаза архидиакону Несторианской церкви Нуре. И в 1893 году он отправился на Арарат. После восхождения архидиакон заявил, что он обнаружил ковчег. Корабль сделан из толстых досок темно-коричневого цвета и размеры вполне соответствуют указанным в Библии. Заявление архидиакона о находке сразу же было подвергнуто критике скептика. При этом большинство из них утверждали, что Ноева ковчега не может существовать в природе в принципе, так как это обычная легенда, не подкрепленная никакими научными фактами. Хотите верьте, хотите не верьте. Вот это уже вопрос на самом деле веры. Но есть еще логика, есть ученые, которые не признают очевидных вещей. Тогда с ними приходится разговаривать на их языке. И вы понимаете, очень интересно происходит история, как эти ученые, которые надувают лбы свои, какие-нибудь все великие, и получается, что многие из них просто ничего и не знают. Библейскую историю о Ное можно считать аллегорией или художественным вымыслом, если бы не ряд поразительных фактов, ответов на которые нет даже у ученых. Например, как объяснить, что о потопе и ковчеге с божьими тварями было известно за много веков до христианства и в самых разных уголках Земли. Не только в ближневосточной мифологии, но и в мифологии народов очень далеких от этого региона мифы о потопе присутствуют. В этих мифах отражены некоторые действительно реальные, достаточно такие серьезные катаклизмы, которые их очевидцами могли вполне восприниматься как такое вселенское бедствие. В эпосе народов Европы, Азии, Америки, Австралии ученые-этнологи обнаружили более 200 легенд о потопе. Сюжеты поразительно схожи в деталях. Дэвид Кранц в истории Гренландии пишет. «Почти все языческие народы знают кое-что. Первые миссионеры слышали от гренландцев, что мир был когда-то уничтожен потопом. И все люди, кроме одного, утонули». В подтверждение тому, что потоп поглотил всю землю, гренландский эпос указывает на множество раковин, останков рыб и китов, которые исследователи находят на холмах и сопках. Возникает вопрос, есть ли единый источник у всех этих историй о потопе? Условно, скажем, миф, который возник в Двуречии, потом транслировался. Но беда в том, что эти мифы встречаются действительно в Африке, в Австралии и так далее. В 1871 году на раскопках древнего Вавилона археологами было обнаружено несколько сотен табличек с письменами древних шумеров. Они вошли в историю под названием «Библиотеки царя Ашурба-Непала». 12 табличек оказались поэмой о царе Гильгамеше. Сюжет состоит из рассказа одного из подданных царя по имени Утнапиште, который спас себя и свою семью от потопа, устроенного разгневанными богами. Например, в поэме есть такая фраза. «Я открою тебе, Гильгамеш, сокровенное слово Бога, который поведал мне. Снеси жилище, построй корабль, покинь изобилие. Заботься о жизни, богатство презри, спасай свою душу. На свой корабль погрузи все живое». Кто такой Гильгамеш? Гильгамеш был герой всех аккадских, шумерских, авилонских эпосов, известная очень фигура. Это историческая личность, его печать нашли. То есть все ученые знают всего мира, что это действительно был человек. Гильгамеш – это было пятое послепотопное поколение. И тогда он решил отправиться куда? Он решил отправиться к Утнапиштину, то есть к Нолю, собственно говоря. То есть получается, что Ной – историческая личность, такая же, как Гильгамеш. Шумерская история про Утнапиштик, как две капли воды, похожи на библейскую легенду о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. Разные только имена персонажей. Если открыть седьмую главу книги «Бытия», то там можно найти следующие строки. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. Возьми семью свою и животных, и птиц по паре, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей. Согласно библейской легенде, ковчег был сделан из крепчайшей древесины, имел вид прямоугольного ящика, состоящего из множества отсеков и трех этажей, в которых должны были поместиться, кроме семейства Ноя, по одной паре каждого вида животных. Корабль имел 134 метра в длину, 15,25 в высоту и ширину. Его водоизмещение было около 43 тысяч тонн. Значит, Ноев ковчег был чуть меньше знаменитого «Титаника». Ему нарисовали схему, как он должен был построить корабль, как известен нам ковчег. Спустя еще определенное время я дал эту схему, то есть все размеры собрал из разных источников, и мы дали людям, которые занимаются строительством подводных лодок. Они в один голос все сказали, что это, собственно говоря, есть подводная лодка. То есть то судно, которое может быть как в надводном положении, так и в подводном, то есть ему ничего не страшно. Ученые считают, что в основу легенды всемирного потопа легло резкое повышение уровня воды в Черном море примерно в седьмом тысячелетии до нашей эры. По христианскому летоисчислению это произошло в 2242 году от сотворения мира. Вот Арарат, собственно говоря, происхождение человечества. Как мы знаем, Эдем находился под Араратом, сейчас уже это признают лингвисты всего мира. Историков мы не берем, но очень многие люди, генетики, о том, что раса могла быть заражена в Африке, в Южной, потом она каким-то образом перенеслась на Арарат, и оттуда произошло движение людей, собственно, нашей современной цивилизации. В книге бытия указывается, до какого уровня поднялась вода во время всемирного потопа. До 15 локтей над макушками гор. В пересчете на метрическую систему это 7,5 метров. Возникает вопрос, каким образом ковчег Ноя мог причалить тогда к Арарату, если, согласно Библии, вода поднялась так высоко, что покрыла самые высокие горы? Или Арарат все же не был затоплен полностью? Что касается неких свидетельств этого потопа, например, что там вода закрыла все самые высокие горы, то если мы взглянем на карту, то мы убедим, что никаких высоких гор на Аравийском плодостре нету, это равнина. Поэтому их понятие высоких гор древних, учивших там, было достаточно относительно. А то, что все дворечие было накрыто, так сказать, и вот вода, это действительно да. И вот то, что они там плавали, где они плавали, принесло вершение Арарат, и потом вода стала убывать и так далее. Это все есть косвенные свидетельства геморофологические, о том, что воды эти перекрыли вообще всю восточную часть Европы. Например, по данным уже биологов, какие-то редкие виды ископаемых рыб, которые могли быть только в Черном море, попадали в Балтийское и так далее. То есть и целый ряд сверейцев, и следы потоков и прочее, и прочее. Так что я в это, в общем, достаточно верю. Есть еще один интересный момент. В 1948 году, во время землетрясения, корабль буквально выдавило из-под земли. В этот момент окрестности озарил яркий свет, и корпус ковчега разделило на две части куском скалы. Летом 1953 года американский предприниматель Джордж Грин облетел гору на вертолете. В результате появились снимки и рисунки большого судна, наполовину ушедшего в лед. Спустя 9 лет он умер, а все оригиналы материалов пропали. 6 июля 1955 года альпинист Фернанд Навара со своим 15-летним сыном Габриэлем совершил восхождение на гору, отыскал Ноев ковчег и сообщил миру об этом открытии. Спустя некоторое время в печати появились фотографии, на которых ясно различимы очертания корабля. Но кроме снимков, других вещественных доказательств не было. Попытки восхождения на Арарат предпринимались до 1974 года, но не увенчались успехом. Потом Турция объявила этот район закрытым, сославшись на нахождение там постов наблюдений за линией границы. Позже альпинистам разрешили восхождение, но только на южный склон Арарата. Но там по определению ничего лежать во льдах не может. Зато другая находка в этом месте привлекла внимание искателей ковчега. Огромные камни, большинство из которых торчали на склоне в вертикальном положении. Камни имели отверстия искусственного происхождения. Исследователи предположили, что они служили якорями и через отверстия были привязаны к судну конопляной веревкой. И якоря эти необычные. Они, судя по всему, выполняли роль противовеса для ровного движения ковчега в шторм и страховали от переворота. Судя по размеру камней, корабль, к которому они крепились, был действительно грандиозным. Но тут возникла новая загадка. Якоря были найдены далеко от места, где, по версии искателей, лежит сам ковчег. Тогда стал вопрос, ну почему, если здесь ковчег, а камни находятся чуть ли не в 50-60 километрах. Вы представляете, кто их мог вообще отнести туда и какой был смысл в этом? То есть смысла никакого не было. То есть многие вещи оказались просто притянутыми за уши. И когда ты сидишь там в Москве или в Нью-Йорке, конечно, все кажется каким-то таким утопическим. То есть ты понимаешь, что вот тут ковчег, а вот там 70 километров. Но падая на место, ты вдруг начинаешь понимать, что вещи несопоставимые. Сохранилось уникальное видео, снятое четверть века назад известным археологом Роном Вайеттом. Ученый использовал металлоискатель, подземный радарсканер и химический анализ. Результаты оказались поразительными. Просканированный объект имел форму окаменевшей древесины, заостренной в носовой части и тупой скормы. Шпангоуты в значительной степени погребены в глине. Анализы показали, что органика древесины замещена минеральными веществами, но форма и внутренняя структуры дерева сохранились. Рон Вайт сделал вывод, что объект находится ниже того места, которое называли другие экспедиции. Возможно, останки ковчега отнеслось селевым потоком. И это стало следствием землетрясения 1948 года. При этом, полагают исследователи, все надстройки судна обрушились в корпус, превратившись в окаменелый со временем мусор. Таково еще одно свидетельство о существовании ковчега. Но для того, чтобы его подтвердить, необходимо найти сам ковчег. Если он есть ковчег, почему не могут найти? То есть экспедиция Шатая выходила в 2008 году или в 2007. Все крутятся, они уже практически его под шапкой обошли, найти не могут. Ведь по преданию, в тот момент, когда ковчег явится людям, произойдет то, что называется концом света или апокалипсис. Мы живем век достаточно греховный во всех отношениях. Мы живем век, когда развитие цивилизации пришло в противоречие с моральным уровнем человечества в целом. Когда мы создали люди разрушения, которые не контролируются. Когда мы снова возвращаемся к распаду Великой Империи и возобновляют новые идеи ксенофобии, нацизма. Существует предание, что Ноев ковчег нельзя увидеть и потрогать. Он явится людям только перед концом света. Легенда родилась в Средневековье. И связана она с восхождением на гору монаха Якоба, который несколько дней подряд пытался взойти на Арарат. Но каждый раз, когда просыпался утром, обнаруживал, что находится на том же месте, откуда начал свой путь. Однажды во сне ему явился ангел и передал кусочек от обшивки корабля. Ангел сказал, что ковчег откроется людям лишь тогда, когда сам Бог этого пожелает. Субтитры создавал DimaTorzok